Спаси жизнь, стань донором костного мозга. Акция «Спаси жизнь, стань донором костного мозга» проходит на Казанском университете уже не первый раз. Редкая операция в униклинике КФУ. Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Надежда Дик. 14 сентября на электронный адрес набережной Челнинского института КФУ поступило письмо с угрозой, в содержании которого говорилось о том, что в здании 1-18 заложено детонирующее взрывное устройство. Силами службы безопасности института незамедлительно была проведена эвакуация студентов и сотрудников вуза. Прибывшие на место сотрудники полиции и кинологи в ходе обследования учреждения ничего не обнаружили. После тщательной проверки студенты и сотрудники института вернулись в здание и продолжили занятия, сообщает пресс-служба института. Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана вновь сполошила мировую арену. В чем заключается конфликт, расскажем в следующем сюжете. 14 сентября произошла перестрелка между пограничниками Киргизии и Таджикистана на границе двух стран. По данным пограничной службы Киргизского госкомитета национальной безопасности, инцидент случился в местности Булакбаши Баткенского района, где были обнаружены пограничники Таджикистана, которые заняли боевые позиции на участке границы в нарушении достигнутых ранее договоренностей. По словам представителя пограничной службы, таджикские пограничники отказались покинуть территорию и открыли огонь по киргизским военным. В ходе последовавшей перестрелки с таджикской стороны были применены минометы. В ответ пограничники Киргизии также применили оружие. Конфликты были в прошлом году и пару лет назад. И они имеют свойство обостряться совершенно случайно по каким-то мелким буквально столкновениям. То есть вроде бы из ничего рождается какая-то такая небольшая стычка, перестрелка. Она часто бывает и без жертв, и без всего, но показывает, что напряженность между государствами сохраняется. Есть состояние определенной пограничной напряженности. И различные нарушения приводят к тому, что происходят подобные столкновения. Территориальные противоречия между Киргизией и Таджикистаном связаны с тем, что в советское время границы республик определялись по большей части случайным образом, потому что Советский Союз не рассматривал возможность конфликта между братскими республиками. Таким образом, после распада СССР сложились независимые центрально-азиатские государства, которые не терпят территориальных противоречий, поэтому они вновь появляются с определенной периодичностью. Вторая проблема, еще более острая, это проблема, связанная с водораспределением. В этом смысле Киргизия является уникальным регионом, уникальным государством, которое фактически контролирует водные ресурсы, которые затем распределяются по республикам Центральной Азии, потому что горы, горные массивы, откуда идут эти реки, они располагаются на территории Киргизии. Поэтому Киргизия говорит о том, что эти водные потоки имеют возможность контролировать. Ну а это, в свою очередь, естественно, связано с сельским хозяйством. Данная проблема, к сожалению, исторически сформирована, и одномоментного решения этого вопроса просто не существует. По словам экспертов, в нынешней вялотекущей конфликтной обстановке между Киргизией и Таджикистаном Россия будет выступать в роли медиатора. Однако, даже несмотря на вооружение с обеих сторон, рассматривать эту ситуацию как серьезный мировой конфликт все же не стоит. Карина Саяхова, Универньюс. В Казанском федеральном университете стартовала ставшая традиционной акция «Спаси жизнь, стань донором костного мозга». Подробнее о мероприятии расскажем далее. Ежегодно в России проводится 1800 операций по трансплантации костного мозга для спасения от онкологических, гематологических и различных генетических заболеваний. Однако, потребность в этой процедуре намного больше. Основным сдерживающим фактором является недостаток потенциальных доноров костного мозга. Одним из мест, где в России проводятся HLA-типирование, является Казанский федеральный университет. Здесь при поддержке Росфонда создана современная генетическая лаборатория, проводящая типирование на уровне мировых центров. Проект регистра доноров костного мозга начался еще пять лет назад, когда Казанский федеральный университет вместе с благотворительным фондом Росфонд организовал предприятие «Приволжский регистр доноров костного мозга». За это время в российский реестр было внесено более 45 тысяч добровольцев. Акция «Спаси жизнь, стань донором костного мозга» проходит на Казанском университете уже не первый раз. Сейчас, в сентябре, она приурочена к Всемирному дню доноров костного мозга. Она отмечается ежегодно, в третью субботу сентября. И вот в течение недели мы проводим ряд мероприятий. Все желающие могут присоединиться к нашей акции, могут вступить в регистр доноров костного мозга. Мы проводим и лектории, добровольцы медики федерального проводят вот эти свои лекции, рассказывают о том, как можно присниться к этому движению, как можно вступить в регистр. В любой из пяти дней с 13 по 17 сентября желающие стать потенциальными донорами могут прийти в один из корпусов КФУ. Добровольцам будет предложено заполнить анкету и соглашение потенциального донора, и сдать букальный эпителий, мазок из полости рта для пополнения регистра. По нему будет определенный уникальный состав генов, отвечающих за тканевую совместимость. И если однажды эти данные совпадут с данными пациента, нуждающемуся в пересадке костного мозга, донор сможет спасти ему жизнь. Донором может стать любой гражданин России, кто, во-первых, желает вступить в регистр, но и дальше у нас есть соответствующие критерии. Во-первых, это возраст от 18 до 45, во-вторых, вес должен быть более 50 кг, чтобы стать донором, и отсутствие серьезных заболеваний, серьезных хронических заболеваний. Сюда относятся инфекционные, вирусные заболевания, ВИЧ, спид, гепатит, туберкулез, также бронхиальный астма, сахарный диабет, аутоиммунные заболевания. Соответственно, люди, у которых есть эти заболевания, не могут стать донорами. Подробнее о Приволжском регистре доноров костного мозга можно узнать на сайте. Дополнительную информацию об акции можно узнать по телефону 2-92-72-70. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз. В униклинике Казанского федерального университета провели редкую операцию по удалению опухоли. Подробности смотрите в материале далее. Врачи-хирурги отделения сосудистой хирургии университетской клиники КФУ под руководством заведующего Владимира Луканихина прооперировали пациента с опухолевым поражением, а именно в области бифуркации сонной артерии. Она отделалась около двух часов, эта операция. Уникальность в том, что это очень редкое поражение, такое опухолевое поражение, именно бифуркация сонной артерии и со всеми вытекающими последствиями. Опухоль, в принципе, она доброкачественная, но процентов в 10 она малигнизируется, то есть становится злокачественной, и тогда уже, как бы сказать, последствия другие. В больницу женщина обратилась с обычным обследованием, вследствие чего специалисты обнаружили химодектому – опухоль гломуса, небольшой железы, которая располагается на сонной артерии. Более детальное обследование показало, что опухоль диаметром 2,5 см прилегает к сонным артериям. Сейчас уже шов более такой приличный, нормальный, сказали, то что где-то, наверное, может месяц там, но шов все равно, конечно, останется. Но сейчас вот я, например, шею могу двигать в разные стороны, как бы меня это уже не так беспокоит. Сложность лечения химодектома заключается в том, что она прорастает в артерии, нервы и сосуды. Поэтому во время операции хирургам не всегда удается их сохранить, что может привести к травме черепно-мозговых нервов. Хирурги университетской клиники смогли удалить опухоль без серьезных последствий. Операция прошла с минимальной кровопотери. Пациентка выписана и чувствует себя хорошо. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюс. Как связаны Евгения Евтушенко с Казанским федеральным университетом? О жизни и творчестве прозаика расскажет наш корреспондент. Евгений Евтушенко – чтец, оратор, прозаик, номинант Нобелевской премии в сфере литературы, автор сотен известных стихов и сценариев, публицист и общественный деятель, который до последних дней своей жизни был патриотом своей родины. Евгения Евтушенко родилась летом 1932 года в Иркутской области. Почти после рождения семья перебралась на станцию «Зима», что располагалось неподалеку. Отец новорожденного мальчика был малоизвестным поэтом и геологом с немецко-латышской фамилией Гангус. В школе Евгений учился не слишком хорошо, однако довольно увлеченно занимался в поэтической студии местного дома пионеров. Студенты-грузчики, такие страшные, летают в воздухе, арбузы страшные. В 1948 году Евтушенко отчислили из школы за якобы сожженный журнал с отметками. Он предпринял первые попытки напечататься в молодой гвардии, но первая публикация состоится лишь год спустя. Это будет стихотворение «Два спорта» в тематическом издании «Советский спорт». С Казанью Евгений Евтушенко связывает давняя дружба. Так, в 1969 году он изучал историю нашего города в казанских архивах, встречался с очевидцами исторических событий в университете и впервые читал стихи в легендарном актовом зале Казанского университета. Еще одна ниточка, которая связывала Евтушенко с Казанью, это многолетняя дружба поэта с Эдуардом Трескиным, в прошлом известным оперным певцом, сегодня профессором Казанской консерватории. О том, как они познакомились, тоже можно прочитать в казанских историях. Работы Евгения Евтушенко хранятся и в научной библиотеке Казанского университета. Например, у меня на руках его поэма под названием «Казанский университет». Она была выпущена в Казани в 1971 году, состоит из 19 глав и вмещает около 90 страниц. Когда мы открываем книжку, то сразу наталкиваемся на фотографию писателя. В апреле 1970 года поэт прочитал поэму «Казанский университет». Эта поэма – своего рода учебник по истории университета и Казани того времени. Исторические события помогли молодому в то время поэту, а потом и многочисленным любителям его творчества, лучше понять современные проблемы. 1 апреля 2017 года поэт был госпитализирован в медицинский центр штата Оклахома, США, в тяжелом состоянии. В этот же день 84-летний гений поэзии и прозы скончался в окружении родных. Его тело перевезли в Россию, чтобы почитатели его таланта могли попрощаться. Церемонию прощания продлили на час, ведь и сам Евтушенко во время встреч с читателями всегда оставался подписывать книги до последнего человека. Амир Ахтямов, Амир Елдашев, Универньюз. На этом все. В студии была Надежда Дик. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»